В годовщину выборов главы Донецкой Народной Республики и Народного Совета ДНР 2 ноября состоялась онлайн-конференция Александра Захарченко, в которой могли принять участие все желающие. Вопросы респондентов показали, что жители республики сегодня волнуют прежде всего проблемы восстановления жилья, работы промышленных предприятий, социального обеспечения, ремонта дорог, транспортного сообщения с Россией. И скорее политический, чем экономический, подтекст внесли вопросы, присланные на сайт глава.ру из Харькова, Днепропетровска, Одессы, Ужгорода, Киева. Несколько цитат из ответов главы ДНР в нашей небольшой подборке. Владимир, город Снежное. Когда ДНР войдет в состав Российской Федерации? Люди ведь голосовали на референдуме за крымский сценарий. Процесс вхождения в состав другого государства – это двустороннее движение. Сегодня к этому не готовы ни мы, ни Россия. Давайте не будем обманывать себя. Начало такого процесса привело бы к невероятной эскалации международной напряженности, причем не столько вокруг нас, сколько вокруг России. Если мы в эгоистичном стремлении спрятаться под крыло Великой России, наплюем на ее собственные трудности, то тогда и нам самим грош цена. Уверен, что при изменении международных раскладов в пользу России она сама нам предложит варианты совместного существования. А пока мы можем бороться, будем бороться. Донецкое агентство новостей. В октябре на Украине началась очередная волна протестов, возглавляемая Михаилом Саакашвили. Какие последствия могут иметь для Донбасса текущие события на Украине? Очевидно, что маховик разрушения, запущенный на Майдане в феврале 2014 года, продолжает вращаться. И это рано или поздно приведет к распаду бывшей Украины. Теперь я в этом не сомневаюсь. Более того, у меня появилось обоснованное подозрение, что у распада Украины есть конкретные заказчики и исполнители, в том числе в Киеве. Что касается Донбасса, то нынешние события никак к нашей судьбе не относятся. И Порошенко, и те, кто хотят его свергнуть, все равно будут думать о новой горячей войне с нами. Так что ждем и готовимся. Донецкое агентство новостей. Три года назад, 2 ноября 2014 года, состоялись выборы главы ДНР, на которых вы одержали победу. Какие цели вы ставите сегодня перед собой? Претерпела ли изменения политическая платформа, с которой вы выступаете? Основным пунктом моей программы в 2014 году было исполнение решения референдума от 11 мая, то есть строительства государства. Все остальные вытекали из этого пункта. И в этом смысле платформа не изменилась, только она стала более детализированной, так как основные шаги уже сделаны. Условно говоря, три года назад стояла задача выстоять, и она решена. Теперь задача другая – достраивать государство, развивать экономику, повышать социальные стандарты. В конце концов, наши жители должны не только вернуться на тот уровень жизни, который был у них до войны, но и начать жить лучше. Мы выиграли идеологическую войну. Теперь надо эту идеологию подкрепить экономикой. Продолжение следует...